Можно ли еврею перейти дорогу на красный свет, если нет машин? Ой, вопрос какой хороший, да, это самое. Перейти дорогу на красный свет, посмотреть направо, налево, в перспективе нет никаких машин, и можно быть уверен, что ничего не случится, можно ли пройти на красный свет, чтобы в пустую время не терять? Очень хороший вопрос, надо здесь видимо его расчленить на несколько ситуаций разных. Но я начну сначала с одной вещи, которую только прошу не пугаться, в качестве как бы небольшого начала такого. Был такой каббалист, Рав-Изра-Атия, который, если не ошибаюсь, сифардский каббалист, известный очень. Я как-то читал от его имени, написано, что человек, который поздно ночью, скажем там 2-3 часа ночи, когда нет машины, их не предвидится вообще, переходит, и нет людей, которые бы на него смотрели, он переходит на красный свет, у него уменьшаются заслуги в будущем мире, то есть он приступает запрет опасности, подвергать себе опасность. Какая опасность? И тем не менее, если установлен установленный закон, общежитием, государством говорит о том, что красный свет это опасность, видимо в этом есть опасность. Но не будем идти так далеко, посмотрим несколько вещей, более близких к нам. Если там находятся дети, так это может быть опасно очень, потому что я-то знаю, когда правильно перебежать дорогу, чтобы не попасть под машину, не всякий ребенок может это сделать, не всякий ребенок может правильно рассчитать свои силы и скорость надвигающейся машины. Если там находятся люди, которые соблюдают законы пешеходов, законы уличного движения, это может быть охуление имени Творца, потому что когда видят религиозного человека, который является нарушителем, это вызывает негативное отношение к представителям религии и к религии как таковой. Я уже не говорю о том, что есть такой момент, что надо почитать и исполнять законы того государства, где мы находимся. По всему этому надо сказать, что лучше подождать несколько минут и не делать одного из этих нарушений, которые я перечислил. Пять минут сэкономишь, жизнь потеряешь.